Подростковый возраст Я готова говорить очень много и, я надеюсь, очень нужной информации. Наш центр, он относится к сети молодежи Центров здоровья страны и оказывает медико-социальную помощь и психологическую поддержку подросткам и молодежи по проблемам, связанным с их взрослением. Действительно ли подростки нуждаются в каком-то особом к себе отношении? Да, подростков называют особой возрастной группой, и это не просто так. Это переходный период между детством и зрелостью. И он характерен тем, что происходит бурный рост и изменения во всем организме под воздействием половых гормонов. Но еще, что очень важно, что очень многие из нас действительно знают, что происходят изменения, появляются вторичные половые признаки, овлосения в тех местах, где они должны и где их до этого не было. Но напрочь забывают о том, что в этот момент происходят и психологические изменения. То есть именно в этот период поведение, которое характерно ребенку, меняется на поведение, характерное взрослому. И третий, наверное, важный компонент, о котором нужно сказать, это момент социализации. То есть именно в этом возрасте происходит получение подросткам новых социальных ролей. Он выходит в общество, он осваивает и приобретает новую профессию, которая, наверное, часто связана с его предпочтениями. Наверное, вы сталкивались с таким определением, как колючий ежик, да? То есть это связано с таким бунтарством подростка, когда он не подпускает никого к себе, и при любом прикосновении он выпускает свои иголочки. Определений очень много. И в последнее время, наверное, вы тоже сталкивались в литературе, которая пишется специально для родителей подростков с таким определением, что подростки вступают в комплекс омара, да? Это тот период, когда, ну, омар или рак, когда он во время линьки теряет свой защитный панцирь, и ему нужно время. Он обязательно должен где-то скрыться, найти себе укрытие между горами. И для чего ему это нужно? В этот момент он выжидает, пока у него этот защитный панцирь опять не нарастет, да? Именно в этот период он очень уязвим. И вот представьте, что подростковый период – это тоже второе рождение. То есть подросток должен ответить на ряд вопросов. И самый главный из них – а кто я такой? То есть это задача, которая относится к определению идентичности, да? Мы ее так называем, то есть он в поиске, кто же он такой. Вторая важная задача – это задача, связанная как раз таки с автономией. То есть ребенок уже отделился от родителей, и он должен жить самостоятельной жизнью, в отличие от того, как он жил ребенком с родителями вместе. И этот процесс называется, так называемое, отделение или сепарация, когда ребенок начинает делать самостоятельные первые шаги. И, конечно же, не всегда это происходит так вот безоблачно или спокойно. Иногда это бывает достаточно болезненно для родителей, потому что в их глазах, наверное, он еще ребенок. То есть, ну, бывает так, что ты привык к поведению, что ребенок тебя слушает, что соглашается со всем, и тут появляются первые такие протестные реакции. А почему я должен? А я не хочу? А ты для меня не авторитет, да? И это пугает родителей. Но важно помнить о том, что подросток делает самостоятельные шаги и выстраивает свою систему ценностей, свою систему морали, нравственности. Да, конечно, он перенимает очень много из своей семьи, из семьи родителей, в которые он вырос, но он все же выстраивает свою систему. Для него это все впервые. У родителей, у которых это первый ребенок-подросток, и, наверное, они тоже сталкиваются с этим опытом личным, своей семье тоже впервые, и они тоже растеряны. Как себя вести? Вот от этого возникают сложности. Ну вот все эти сложности, которые вы описали, связанные с подростковым возрастом, они обязательно должны, их обязательно должны пережить все подростки. Ну иногда же смотришь на некоторых подростков, вроде бы спокойные, вроде бы ничего в них не поменялось, они такие же послушные. Все подростки, так же, как и все люди, мы этим интересны, что мы все разные. И проявления у всех разные. Да, у кого-то может быть абсолютно спокойно, а у кого-то это кажется, что спокойно, и реакции проявляются в период, когда мы ждем. По определению Всемирной организации здравоохранения, подросткам относят лиц от 10 до 19 лет. Но я хочу сказать, что это достаточно условно, потому что нет такой четкой фиксированной границы. Все связано как раз-таки с половым созреванием или так называемым пубертатом. У каждого человека пубертат возникает по-разному. Когда появляются первые признаки полового созревания, это относится к нижней границе. И если мы сейчас затронем, есть ли особенности у современных подростков, вот тоже очень важный вопрос, то сейчас как раз-таки вот эта вот нижняя граница 10 лет, она снизилась, ну как бы почему? Опять же, биологическое созревание стало происходить гораздо раньше. На то есть ряд причин. Вариантом нормы является появление менструации у девочки в 8 лет. То есть 8 лет менструация у девочки – это норма. И это понятно, что для этой девочки подростковый возраст наступил гораздо раньше, чем 10 лет. Это вот первая особенность. Вторая особенность, когда мы говорим и вспоминаем опять из определения, что кроме физиологических изменений, происходящих в организме, еще происходят психологические изменения. То есть происходит психический рост человека. И вот здесь важно помнить о том, что эти изменения происходят несинхронно, не так, что вот половые изменения, происходящие в репродуктивной системе, и тут же это все происходит дисгармонично. Если мы говорим об отличиях современных подростков, как мы их еще называем? Ну, сейчас модно говорить, да, что они цифровое поколение. Или поколение Z их называют. Или поколение рожденных с пультом в руке. Это действительно так. Но за этим кроются и другие сложности. То есть сложности, связанные с опасностями уже в интернет-пространстве, да, интернет-буллинг, кибербуллинг, о котором мы сейчас говорим. И что наши дети не готовы, потому что и взрослые не были готовы к тому, что их подстерегает. В 10 лет переходный возраст или в 25? Понятно, что в 25 уже другой опыт жизненный. Уже человек намного старше. Этот переходный возраст также будет проявляться? Или все-таки он уже в другой форме какой-то? Физиологически или физически уже это взрослый человек. Но вот психологический, психический рост или психологические процессы, которые происходящие, у всех по-разному. И здесь очень много факторов, которые могут повлиять. Конечно же, немаловажную роль играет семья, играет воспитание, играет социум, который окружает этого человека, да, уже взрослого в 25 лет. Получается, что родители, они должны быть готовы в течение, наверное, десятилетия, да, ждать каких-то вот этих вот взрывов эмоциональных и гормональных от своих детей. Как в этот момент помочь своим подросткам вот в этом процессе взросления? Взрослым нужно помнить, что они все-таки взрослые. Это первое. Второе – это период, когда нужно набраться терпения. Почему? Потому что родителям легче. Мы взрослые, мы проходили этот период, мы знаем, что такое быть подростком. Ну, некоторые прям забывают, и он говорит, я не был таким, у меня все было хорошо, и в кого-то у меня такой уродился, да. Но все переходили этот период, кто-то просто помнит его немножко там в радужном розовом цвете. Большинство, наверное, не помнит. Да, кто-то и не помнит, но вот один из, наверное, рекомендаций, одна из рекомендаций – это почаще возвращаться в свой подростковый период, вспоминать, а как тебе это было, а было ли тебе это больно, а как ты пережил эту ситуацию. Я вот просто хочу напомнить для тех, кто забыл, что в этот период неравномерно развивается человеческий мозг. Он развивается сзади наперед и получается от затылочной области к лобной. Почему вот такой акцент именно в этом направлении? Что самое последнее развивается у нас лобная доля. И в лобной доле есть такая префронтальная кора, которая отвечает за контроль, в том числе эмоций своих, за планирование, за понимание, да, за понимание ситуации, за какую-то логику. Еще его называют социальный мозг. Так вот, у подростков эта префронтальная кора формируется, завершает свое формирование только к 25 годам. Еще нужно вспомнить еще об одной структуре мозга, которая называется лимбическая система. Или это эмоциональный мозг, или такой центр удовольствия. И вот парадокс в чем? Что вот этот вот эмоциональный мозг, или лимбическая система, она созревает раньше, чем наш социальный мозг. В этом центре, центре удовольствия, есть такая функция, что подросткам очень нравится, когда их хвалят, когда их поддерживают. И это не значит, что нужно их беспричинно или просто так хвалить. Конечно же, нужно, всегда есть, наверное, можно найти, за что похвалить, да. Очень часто бывает такое, родитель ждет, что подросток должен по его глазам или по его жесту догадываться, что хотел сказать родитель. Проговаривать все, значит, надо. Да, и вы считаете, что он же взрослый, ну как, ты же со мной живешь, ты же должен был понять, что я имела в виду, говорят очень часто мамы, да. Родителям нужно понять, что они не в состоянии пока, это временно, но они пока не в состоянии понять, что вы имеете в виду. Очень важно здесь сказать. Ну я смотрю, это период сложный как и для ребенка, так и для родителей. Ну вот что вы посоветуете? Это не будет так, что ты так сделал глубокий вдох и 10 лет ты терпишь. То есть ты ждешь, пока все эти эмоции и страсти поутихнут. Нет, здесь вы нужны как поддержка, потому что вы им нужны как партнер, которые, ну более опытные, более старшие, которые будут подсказывать. В этом возрасте, благодаря вот этому несоответствию между социальным и эмоциональным мозгом, подростки рискуют, да. Но они как рискуют? Они же исследователи, так же, как и маленькие дети. Они исследуют, они пробуют эту жизнь на вкус, а какова она. Появляются первые пробы и взрослые компании, первые пробы алкоголя, допустим. Либо то, чем он до этого не пробовал заниматься, да. Он не знает о рисках, он не знает о последствиях. И здесь важно проговаривать. Очень важно говорить, к чему это может привести. Вот здесь вот нужен взрослый. Потому что именно в этом возрасте формируется модель поведения. И вот то, что вы сформировали уже в подростке, он все привнесет во взрослую жизнь на 70%. Не стоит так бурно реагировать, когда ребенок начинает себя вроде как отчитывать твоим ребенком. Или грубить. Да, здесь нужно просто понять, что в этот момент это не ваш ребенок, это его гормоны, это его эмоции. Очень важно, чтобы мы проговаривали то, что мы чувствуем, а не молчали. Вот когда вы молчите и думаете, что вашим молчанием ваш ребенок должен догадаться, и самое главное, что ваше молчание должно подействовать на вашего подростка, чтобы он изменился. Нет. Самое главное – это разговаривать, и самое главное – озвучивать то, что тебя беспокоит. Если тебя как маму это беспокоит, скажи своему ребенку, что ты хочешь ему помочь. Скажи эту фразу. Не нужно иметь закрытых тем, потому что подросток, если он обращается именно к тебе как к родителю, это говорит о его степени доверия к тебе. Роль родителей, да, это очень ответственно, но, наверное, очень важно, чтобы все-таки вы выстраивали эти отношения с позицией взрослого человека. И эти отношения должны быть выстроены на доверии, на уважении. Мне, знаете, очень нравится фраза, она, к сожалению, не моя, но мне очень нравится, когда говорят – научитесь слушать своего ребенка-подростка не ушами, а сердцем. Большое спасибо вам, Шопана Стемесовна. Я думаю, что ваша информация будет полезна многим родителям, особенно родителям подростков. До свидания, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok